Это кажется нереальным. Через три года в стране не должно остаться аварийного жилья. Однако именно такая задача поставлена в майских указах президента. На этом фоне не могу не привести такую статистику. За 20 лет в стране почти втрое вырос объем ветхого фонда и почти в 7 раз аварийного. В этом аварийном жилье сейчас почти 800 тысяч человек. А сколько домов не попали в сводки экспертов, можно только предполагать. Сегодня мы обсуждаем, пожалуй, самую животрепещущую для Орла, да и для всех без исключения регионов, тему – жилищную. Это первое правительство. Я Олег Рудаков. Здравствуйте. Предлагаю начать с позитивных моментов. Да, такие есть. За пять последних лет в России из аварийных домов переселились в новые почти полмиллиона человек. Было ликвидировано почти 6 миллионов квадратных метров аварийного жилья. Данные недавно обнародовал Федеральный фонд ЖКХ. Однако цифры эти уже не кажутся внушительными при взгляде на многие наши дома. Напротив, складывается впечатление, что борьба с ветхостью пока что напоминает ситуацию с пожаром, который разгорается быстрее, чем его успевают тушить. Причин этого – легион. Жилье достаточно изношенное, физический износ многих домов очень большой в городе Орле. И этой проблемой, ну, на последние 30 лет, в общем-то, как бы не было возможности государства заниматься. Сейчас очень плотно к этому подошли. Вот до конца, значит, 17-го года региональная программа работает. Мы должны расселить все дома, которые признаны до 1 января 12-го года аварийными и подлежащими сносу. Мы переселили совсем уже плохие дома в самом начале, по которых было и жить практически невозможно. Сейчас, конечно, они тоже аварийные, тоже их состояние плохое, но по сравнению с теми это уже дома несколько лучше. Но я считаю, что мы должны вообще, в принципе, все дома переселить, которые на сегодняшний день носят статус ветхого, а через какое-то время будут признаны аварийными. Что ж, решение грамотное. Напомню, что главный по переселению из аварий с 2008 года – Федеральный фонд реформирования ЖКХ. Это своего рода палочка-выручалочка для регионов. Оно и понятно. Потянуть немалые затраты на ликвидацию застаревшей жилищной проблемы смог бы позволить себе редкий региональный бюджет. Наш, увы, не из таких. Фонд создал систему капитального ремонта, фонд создал систему переселения из аварийного жилья. Фонд продолжит свою работу по переселению из аварийного жилья, насколько я знаю, и те дома, которые признаны до 2012 года, понятно, до 2017 года. И он и продолжит, уже на всех совещаниях звучит, что будет и новая программа для тех домов, которые были признаны после 2012 года. К этому можно добавить, что с помощью федеральных вливаний проблема начала решаться. Судите сами. У нас в регионе с участием фонда реализованы 9 адресных программ переселения. Стоимость солидная – свыше 950 миллионов рублей. Софинансирование за счет фонда почти 70% общих затрат. Расселены 120 аварийных домов. Все равно не густо, скажете вы. Но учитывайте, что к этой проблеме годами вообще не притрагивались. В 2014 году, в декабре месяце, мы начинаем расселять граждан из 28 аварийных домов, которые участвовали в региональной адресной программе. Граждане в количестве 449 человек будут расселены, вновь построены жилые помещения. С 2013 по 2015 годы на территории города действует новая муниципальная адресная программа, задачами которой является расселение еще 5 аварийных многоквартирных домов площадью, 1608 квадратных метров и расселение еще 104 гаража. В 2014 году мы планируем приобрести 17 квартир на сумму 16 миллионов 85 тысяч рублей и переселить 43 жителя. В 2015 году мы приобретем еще 27 квартир на сумму 24 миллиона 85 тысяч рублей и переселим еще 61 жителя города. Программа переселения из ветхого аварийного жилья, она у нас была рассчитана на 3 года, мы ее реализовали за один год. Два дома, один 8-квартирный поселок Совхозный и второй дом 4-квартирный поселок Совзаводской мы переселили. У нас расстеляется порядка 8 домов, 8 домов, это где-то в количестве 42 квартир, 113, наверное, жителей, порядка 113 человек получат квартиры. Новое жилье практически в новом доме. В региональную программу сноса 2014-2015 годов попали свыше 60 домов области. Как и в прежние разы, часть затрат возьмет на себя федеральный фонд. Ну и, конечно, мы не могли не поинтересоваться следующим вопросом. Недавно в СМИ появилась информация о том, что наша область, по версии фонда ЖКХ, пошла в число 28 регионов, которым после обработки отчетов за прошлый год временно приостановили предоставление финансовой поддержки. Вот что ответил Николай Злобин. В списке мы в этом появились объективно, потому что есть задолженность по софинансированию администрации Орловской области и одного из муниципальных образований, в частности города Ливны. На 11 число это финансирование проведено. 10-го мы отвезли документы в фонд. Было проведено селекторное совещание всероссийское, где уже указали о том, что к нам претензий нет. Поэтому хотел бы отметить, что это ни в коем образом не повлияло на выделение финансовых средств для Орловской области. Потому что самое ближайшее выделение финансовых средств у нас будет проведено в мае. Новость хорошая. Средства фонда это, конечно, большой плюс, но все равно их недостаточно для снятия остроты жилищной проблемы и одновременно улучшения внешнего облика областной и районных столиц. С этими задачами, по мнению власти Орла, должна справиться программа развития территорий. Суть ее в следующем. Инвесторам дают землю под трущобами, хозяевам трущоб новые метры за счет частного капитала. Изначально в Орле определили 11 площадок. Конкретные же результаты есть пока что по трем, так как на деле все оказалось не так просто. Есть еще ряд площадок, которые мы сегодня прорабатываем на предмет дальнейшего вовлечения их в данную программу и заключения контрактов. Это площадки, ограниченные улицем Лесково-Полеское, улица Широко-Холодная, Курская. Необходимо отметить, что по-прежнему одной из основных проблем, которую необходимо решать на законодательном уровне, остается изъятие объектов недвижимости, принадлежащих гражданам, которые не соответствуют градостроительным регламентам. В самое ближайшее время мы планируем выйти из законодательной инициативы в областной совет народных депутатов для дальнейшего обращения в Государственную Думу. Речь идет об объектах недвижимости, это гаражи и сараи. Шансы прижиться у этой программы, судя по всему, весьма неплохие, несмотря на то, что сложностей пока много. Все способы решения квартирного вопроса, а также улучшения облика города надо принимать во внимание и рассматривать, считает Вадим Потомский. В жилищной теме пока ставим запятую, поднимать вопрос будем впредь неоднократно. Далее в программе интервью с Евгением Барзыкиным о планах Орлов на уже начавшийся второй круг футбольного первенства, а также обзор событий последней семидневки. Обещанное знакомство Вадима Потомского с городами и районами области продолжается. В Ливнах и Ливенском районе в Рио губернатор оценил работу двух крупных промышленных предприятий, больницы, школы, а также побывал в коттеджном поселке. Глава региона подчеркнул, что власть районов должна стремиться делать больше и рассчитывать в первую очередь на собственные силы. В детской областной больнице устроили очередной день открытых дверей. На этот раз приглашение получили члены правительства, а также светило из московских медицинских центров, которые на протяжении многих лет оказывают консультативную помощь врачам из Орловской области. На встрече был представлен новый глава департамента здравоохранения, Александр Артемьев. Здесь работают люди, ну, во-первых, любящие свое дело, вот, и с высокой степенью профессионализма. Более того, так получилось, что некоторых из них я даже знал на протяжении многих лет лично, ну, общаясь там на конференциях. Очередь в детские сады станет значительно короче в этом году. В регионе будут сданы четыре дошкольных учреждения. Сегодня в детсадовской очереди 13 700 детей. Из них 9 тысяч – малыши в возрасте до года. И от года до двух лет. Это так называемая отсроченная очередь, которая тоже учитывается, говорит Галина Казначеева. В этом году мы планируем ввести более тысячи мест. Это и как новое строительство, так и продолжаем ремонт. Вадим Потомский ответил на вопросы представителей регионального совета ветеранов. В течение часа глава региона и его собеседники обсудили ряд тем. От реконструкции памятных мест и обновлений учреждений культуры и здравоохранения до возможности выделения помещений для ветеранских организаций. Я поставил себе задачу, как можно в кратчайшие сроки стать родным человеком абсолютно доступным. Не чиновникам, формалистам. Я вижу, сколько у нас недоработок сегодня. И сколько нужно исправить. В том числе и по отношению к вам. Перед стартом второго круга футбольного первенства во второй лиге наш ФК «Орел» занимает 14 место. Печально, но факт. Мы третьи снизу. Но, как говорится, не боги горшки обжигают. Когда-то будет и на нашей улице праздник. Команда вернулась с тренировочных сборов и готовится к первому матчу второго круга. Пройдет он на выезде в Саратове. Поэтому наш разговор с Евгением Барзыкиным, главным тренером «Орлов», был посвящен физической подготовке ребят, психологическому настрою и, собственно, футболу. Внимание на экран. Здравствуйте, Евгений. Наш клуб футбольный вернулся со сборов. Расскажите нам, пожалуйста, что были за сборы, где проходили и что эти сборы показали. К нам было спланировано три сбора, которые проходили на юге нашей страны. Руководство пошло на нас встречу и организовало эти трое сборов. Сборы прошли плодотворно. По большому счету, всю программу, которую мы планировали, выполнили. Физическая готовность хорошая. По контрольным играм, в которых мы сыграли, получается, четыре игры на первом сборе, пять игр на втором сборе и три игры на третьем сборе. То есть мы одержали больше побед. Конечно же, результаты контрольных матчей не идут в сравнении с официальным матчем. Но все равно постарались сделать так, чтобы ребята почувствовали уверенность, поверили в свои силы. Главная задача теперь стоит психологически подготовить ребят именно к игре с лидером. Кто готовит игроков психологически или что их готовит психологически? Ну, в командах премьер-лиги, в некоторых командах первого дивизиона, есть, конечно, штатные психологи. Но в командах второй дивизиона, конечно, этого нет. И тренер является и тренером, и психологом. По большому счету, доводится до них, что все такие же футболисты, как они. Против нас не выходят роботы или инопаритяне, а выходят такие же футболисты. Плюс каждый тренер ищет дополнительную мотивировку перед каждой игрой. Если это все удастся сделать, то, значит, выходят, и выходим, и играем нормально, не проиграем. За то время, что вы работаете в Орловской команде, что можете сказать? Какие впечатления у вас? Футбол, команда, болельщики, люди, как впечатления? На голом энтузиазме пока удается как-то ребят не то, что там заставлять, да, а с ребятами находить общий язык и показывать в некоторых играх очень хорошую игру. Нравится отношение болельщиков. Но, по большому счету, те обещания и те ожидания мои, которые были связаны с тем, что что-то выровняется, что-то в плане финансирования, в плане организации, пока все на том же самом месте. Спасибо, Евгений, за интересное интервью. Хотим пожелать вам решения всех ваших проблем, в том числе и финансовых. Ну и чтобы Орлы доказали, что они, пускай и не лучшие, но могут побороться за победу. Спасибо. Спасибо вам, будем стараться. Вы смотрели программу «Первое правительство». Все наши выпуски можно увидеть на сайте obladin.ru. С вами был Олег Рудаков. Увидимся через неделю на телеканале «Первый областной». Берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»! Берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...